Продолжаем смотреть польский авторынок. Сегодня смотрим очень дешевый ценовой сегмент. Цены будут 600 евро, 1000 евро, некоторые за 2 и чуть больше, а так в основном дешевые. Смотрим и посчитаем сколько будут таможенные платежи для Украины, чтобы понимать выгодно это или нет. Начинаем с BMW 318. Это 2002 год. Мотор бензиновый, двухлитровый. Цена в злотых 6700. В переводе на евро это 1500 евро. Растаможка в Украине обойдется в 2280 евро. То есть совокупно машина не так уж и дорого получается. Основные затраты это около 4000 евро. Плюс доставка в Украину. Салон. Ну, такой средненький для BMW 2002 года. Не самый страшный, который я видел. Правда, он там на пассажирском сидении. Пятнище какое-то, как будто кто-то уписался. Ну, то уже такое. В целом, цена нормальная, но надо смотреть, конечно, подробно по машине, насколько она живая. Конечно, химчистка нужна как минимум. Потому что серьезно, серьезно загрязненные сидения. Никто не парялся их как-то почистить по-человечески. Страшненько. Но целое все можно очистить. Так что цена адекватная. Ну, а состояние нужно смотреть на месте. Оператор не показал нам ВИН-код, поэтому проверить не можем. Так, это у нас Форд Фиеста. Это чуть подороже машина. 2014 год. Мотор 1,5 дизельный. Цена в злотых 12 900. В переводе на евро это 2 900 евро. В принципе, не так уж и много. Растаможка в Украине обойдется в 2 евро. То есть, вот этот красавец. Основные затраты 5000 евро. Абсолютно недорого. Так, есть ВИН-код. Давайте посмотрим историю. Переходим на Carvertical. Вот наш Форд Фиеста. Видим, что было повреждение. Смотрим, что там по хронологии. Машина изначально из Польши. В 2014 году было повреждение. В других странах не было. По пробегу 300 тысяч. Ребят, извините, машина не такая старая. Пробег уже 300 тысяч. ДТП на 28 тысяч гривен в 2014 году. Это по курсу 2014 года около 1000 евро. Друзья, вы точно так же можете проверять машины, не выходя из дома. Достаточно перейти на сайт Carvertical. Сделать это можно по ссылке, которая у меня в описании. По ней вы сразу же получаете скидку 20%. Вводите ВИН-код нужного автомобиля. И видите полную его историю. Или же, если вы просто зайдете на сайт Carvertical, вы можете ввести мой промокод. Автоспикер. И тоже получите скидку 20%. Не доверяйте перекупам. Проверяйте машины с Carvertical. Пользуйтесь моим промокодом Автоспикер. То есть, в принципе, страшного по машине ничего не было. Но пробег уже 300 тысяч. Несмотря на то, что машина всего лишь 2014 года. Относительно корчей, которые там стоят, она еще достаточно свежая. Пропаленные дырочки в сидушках. Ну, ее как рабочие. Вы видите, использовали там сзади сетка. Я думаю, там отметка в техпаспорте, что машина как грузовая использовалась. Вот, кстати, с такими надо быть осторожными. Потому что их нужно по техпаспорту переделывать, чтобы ее как легковую. Потому что сейчас она 100% по техпаспорту идет как коммерческая, грузовая. И она будет очень дорогая в растаможке. Поэтому с этими машинами нужно быть осторожными. Но идем дальше. У нас Renault Megane 2002 года. С мотором 1.4 бензиновый. Цена в злотых 3400. А цена в евро 760 евро. То есть, вообще машина стоит копейки. Растаможка для Украины обойдется 1600 евро. Почему? Потому что мотор бензиновый, малолитражка. То есть, машина, грубо говоря, 2,5 основные платежи. Цена машины и растаможка. Плюс доставка до Украины. Плюс там мелкие платежи. В принципе, в трешку можно вложиться. Извините. За трешку у нас такой не купишь. Поэтому состояние надо, конечно, смотреть. Но в целом цена получается адекватная. Опять же таки подчеркиваю, с учетом наших реалий, ребят. Я говорю о тарифах на растаможку. С учетом того, что вот есть вот такие тарифы. С учетом их нужно быть как бы отталкиваться от них. А не от наших с вами желаний. Поэтому малолитражки в растаможке адекватны. Дизеля, конечно, стоят очень дорого. Это невыгодно. Так, Opel Meriva. 2004 год. Мотор 1.6 бензиновый. Цена в злотых 10 900. В евро это получается 2440. Растаможка в Украине обойдется 2200 евро. Тоже, в принципе, еще адекватно. Получается, что машина 4,5 основные затраты. Если гнать ее самому, то можно где-то в пятерку вложиться. По Винкуду ничего там интересного нет. Я смотрел. То есть, все как бы совпадает. Пробег родной. Не помню сколько. Но как бы никаких проблем я там не обнаружил. ДТП не было. Машина польская. Пробег не помню какой мы смотрели. Но все совпало. Вот есть сервисная книжка. Ага, вот такой пробег. 144 тысячи километров. Но там пробег совпадал, я помню. Состояние. Очень таки живое. Идем дальше. СААП 2005 года. Мотор 1.9 дизель. Тут уже будет растаможка подороже. Цена в злотых 5900. В евро 1320. Растаможка обойдется 3000 евро. Ну, кстати, тоже не так уж и много, но уже подороже. Да, если там увидели 2600, то тут уже 3000 евро. Справно климо. Кондиционер работает. Кожаный салон, ну, конечно, уже затасканный, но не дырявый. То есть, можно его отреставрировать, почистить, подкрасить. Это проще, чем перешивать. Так что, в принципе, салон еще достаточно неплохой. СААБы были очень хорошими машинами, но компания перестала их выпускать. Насколько я помню, СААБ не только машины выпускает. То есть, они просто с машинами подвязали. А нет, я вижу там боковинка водительская разорванная. Да, видите. С водительской стороны там перешивать все-таки придется. Но это тоже можно делать. Я у себя на Ауди когда-то перешивал, боковинку ничего там страшного нет. Идем дальше. Citroen C8, 2002 год. Мотор 2.2, бензиновый. Цена в злотых 8000. Цена в евро 1800. Растаможка обойдется 2500 евро. Ну, смотрится, вы знаете. Визуально все в порядке. Но нужно все проверять. Потому что на глаз уже плюс. Единственное, что в старых машинах, что никто сильно не заморачивается их ремонтировать. Ой-ой-ой, какое грязнющее сидение. Елки-палки. Что ж вы не могли их почистить нормально? Ну, кстати, в Европе не сильно парятся насчет химчисток. Это у нас перекупы. Заморочатся, вычистят, вылежут все. Там такого нет, кроме Эстонии. Вот в Эстонии, вы помните, наша любимая площадка с дешевыми машинами. Там, конечно, их вылизывают просто по полной программе. Полируют, чистят. Там вот молодцы. Но молодцы могут впарить такой тотал, собранный из говна и палок, что мама не горюй. Поэтому лучше, конечно, чтобы она была как есть. Мы тоже когда-то брали машину такую грязнючую. Ну, это был ее основной минус. Самый почистили. Все было хорошо. Ну, давайте дальше. Volvo S80 2000 года. Мотор 2.9. Бензин-газ. Цена в злотых 7200. В евро это 1600. Растаможка 3100 евро. С80 тоже пользовались популярностью. Хорошая, надежная машина. Не могу, к сожалению, ничего сказать. Сам я на них не ездил долго. Сидение тоже, видите, порепанное. Там нужно перешивать по-любому. Там мелким восстановлением не обойдешься. Там нужно конкретно менять некоторые части кожи. Тоже визуально ничего сказать не могу. Потому что видели мы достаточно хорошо сделанные машины. Но при проверке оказывалось, что там тотал тоталом. Поэтому визуально все в порядке, кроме сидений. Но как там по факту, это уже нужно смотреть конкретно каждую машину. Растаможку я вам назвал. Ну, а состояние можно, кто будет в Польше, можно посмотреть. Это же мы так в целом, чтобы понимать, какой сейчас рынок в Польше. Но идем дальше. Renault Scenic. 2004 год. Мотор 1.9. Дизель. Цена 6900 злотых. В евро это 1550. Растаможка обойдется 3000 евро. Почему? Опять же таки потому, что 1.9 дизель. Тоже справна клима. Я так понимаю, для них это какая-то проблема. А что это с ВИН-кодом? Как это такое могло быть? Как он такой пожмаканный тут какой-то? Ну, это косяк такой. Честно говоря, я не знаю. Мне было бы стрёмно брать машину с таким пожеланным ВИН-кодом. Потом ее будешь оформлять, запаришься. Вот это с ВИН-кодом, когда проблема, лучше и не связываться, наверное. Потому что потом и на границе мозги тебе вытрусят, и при оформлении в МРЭО. Не-не-не. Это геморрой. Сидения тоже дырявые, затяганные. Такая себе машинка. Тут главная проблема – это ВИН-код. Меня это сильно настораживает. Не рекомендую. Ford Focus 2002 года. Мотор 1.6. Бензиновый. Цена 4700 злотых. В евро это 1050. Очень дешевая. Старая, в принципе, сколько она должна стоить. И растаможка обойдется в 1750 евро. Тоже вот. Машина плюс растаможка. Меньше 3000 евро. Абсолютно адекватная цена. Ну, как адекватная? Адекватная 1000 евро, я имею в виду. Были бы у нас такие цены, у нас бы люди пешком бы не ходили. Но, к сожалению, пока мы только на пути в Европу. Когда-нибудь мы там будем, и у нас будут нормальные доступные машины. Ну, чтобы каждый мог себе позволить пойти просто там, грубо говоря, из первой зарплаты купить себе вот такую машину за 1000 евро, которая ездит и более-менее безопасная. В отличие от той же Таврии, у которой вообще нет никакой безопасности. Нет подушек, нет ничего. Тут приехал и взял себе вот такой поджопник на работу ездить. И, опять же таки, это можно сделать с первой зарплаты. А если чуть подсобирать, можно купить нормальную машину. Это у нас что? Это Рено Клио 2007 года. Мотор 1.5 дизельный. Цена 13 900 злотых. В евро это 3100 евро. А растаможка обойдется 3000 евро. То есть основные затраты 6100 евро. Плюс доставка, плюс еще там мелкие оплатежи при оформлении. Тут тоже мы смотрели. По ВИН-коду все в порядке. Я уже детали не помню. Не битая, пробег родной. Все там было в порядке. Не хочется растягивать видео на час. Потому что если я буду по каждой показывать, то это будет долго. Сидение порэпанное. Руль протертый до дырок. Да, прям заездили машину. Там какой-то большой пробег. Я не помню какой. Но как бы никто его не крутил. Пробег не маленький. Потому что вы видите, руль протертый. Сидение пропуканное. Пердометр зашкаливает. Заездили машинку. Тоже что-то, ну как, большое. Около 300. По-моему, такой был на ней пробег. Toyota Yaris. 2000 год. Мотор литровый, бензиновый. Цена в злотах 2700. В евро это 600 евро. А растаможка обойдется в 1100 евро. То есть, машина максимально доступная. Цена 600. Растаможка 1100. То есть, основные затраты 1700 евро. Друзья, такой сегодня получился обзор. Кому понравилось, жмите лайк. Вопросы в комментариях. Пообщаться со мной можно через инстаграм. Меня там, правда, немножко завалили вопросами. Но, по возможности, стараюсь отвечать. Поэтому, какой вопрос конкретный, пишите ко мне в инстаграм. Потому что здесь, в комментариях, оно теряется. Но не забывайте про мою скидку в CarVertical 20%. Проверяйте машины. Ссылочка в описании под этим видео. Прошли по ней, сразу получили скидку 20%. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока. Продолжение следует.